Первое в этом году заседание Совета молодых депутатов состоялось под руководством председателя Леонида Рябухи. В работе приняли участие заместитель главы района Олег Кухно, начальник управления по делам молодежи Валентина Рябуха, а также координаторы по работе с молодежью сельских поселений. В состав Совета молодых депутатов входят 33 представителя в возрасте до 35 лет. Основная их задача, так же как и более опытных коллег, работать в интересах населения, быть посредниками между избирателями и властью. Ведь молодым народным избранникам также предстоит отвечать за результат и качество своей работы. На повестке дня заседания стояло несколько вопросов. Среди них главные – организация патриотической работы с подрастающим поколением. Во всех школах района будут проведены открытые уроки с использованием сборника фильмов «Аллея российской славы». Они запланированы на первое полугодие 2016 года. Далее обсудили активизацию работы молодых депутатов сельских поселений и исполнение плана работы Совета молодых депутатов на 2016 год. Первая и главная задача – это, конечно, вникать в те проблемы, которые сегодня есть. Стараться, чтобы перво-наперво главный документ поселения или города, или сельского поселения, это бюджет, он был сформирован в интересах населения и в решениях тех проблем. Коллеги, сегодня крайне непростая ситуация финансовая. Она обусловлена разными моментами – и макроэкономическими, и внешнеполитическими. Мы видим, насколько сегодня сложно. Мы проводим соцопрос, сейчас мы заканчиваем. И красной строкой идет настроение людей в плане роста цен, снижение реальных доходов по сравнению с ростом цен. И та же ситуация сегодня идет и в крае. Буквально в понедельник состоялся селекторное совещание под руководством губернатора, где говорит, что все расходы надо привести и направить в самые напряженные моменты, то есть жизненно важные, чтобы была вода, свет, тепло, работали школы, детские сады. То есть сконцентрироваться на системе жизнеобеспечения, в социальной сфере. Остальное может и подождать в плане, может быть, не в этом году, в следующем году сделать дорогу. Мы видим, урезаются программы. Для того, чтобы более плодотворно реализовывалась молодежная политика в городе и на селе, молодые депутаты должны наладить постоянное взаимодействие с координаторами по работе с молодежью. К сожалению, я не могу сказать, что во всех поселениях нашего района ведется на высоком уровне работа с молодежью. Есть проблемные зоны, и мы знаем о них. Мы сегодня обсуждали эти проблемы, и депутаты заверили, что они возьмут на контроль эти поселения, и ситуация в ближайшее время будет исправлена в лучшую сторону. Мы определили формы взаимодействия с молодыми депутатами, которые не должны быть в стороне, а, конечно же, знать информацию, получать ее своевременно, координировать тоже и помогать нам работу своих координаторов по работе с молодежью в сельских поселениях, потому что они ближе к ним, они могут ежедневно видеть эту работу, которая ведется, либо на самом деле отсутствует. Поэтому, конечно же, мы должны непосредственно работать в связке с депутатами, которые, собственно говоря, должны знать, интересоваться, помогать нам в решении всех проблем, касающихся молодежи, молодежной политики на территории нашего района. На встрече определили конкретный план работы в течение текущего года. Особое внимание решили уделить неорганизованной и работающей молодежи. Отсутствуют молодежные постпространства не только в сельских поселениях, но даже мы видим эту проблему и сталкиваемся с ней на территории Лобинского городского поселения. Конечно же, исходя из ситуации, которая сейчас очень непросто складывается в нашем государстве, мы должны как можно больше уделять внимание молодежи и создавать все условия для их развития и становления, чем мы и будем совместно с молодыми депутатами заниматься. Подобные встречи в районе будут проводиться регулярно, не реже одного раза в квартал.